На протагол зигет поступил вопрос, чем состояние теплоохладности опаснее, чем холодности. Да, есть такие известные слова, чем Писание, если бы ты был холоден или горячен, ты теплый, потом извергнет тебя из у своих. Это Бог говорит людям. Вы знаете, холодность – это неравнодушие. Неравнодушие. То есть тебя эти духовные вопросы задевают, они тебя касаются. Вот такой воинствующий атеист, как Бердеев говорил, такой был философ религиозный, атеизм – это вера с черного хода. То есть если ты так активно отрицаешь то, что не существует, а что же с этим борешься, что так активно существует. А вот теплоохладность – это равнодушие. Ну, верующий – хорошо, но не верующий – тоже хорошо. Вот сейчас есть такое понятие современной толерантности. Толерантность к греху. То есть мы не будем никого осуждать. Так сказать, пусть что хотят, то и делают. И люди приходят к таким проявлениям греха, которые еще там 30-40 лет назад, даже в голову бы не пришло, что это может говорить, так сказать, официальные лица какие-то, призвать к такому крайней степени греху. Как вся крайняя степень греха. Вот это равнодушие. Через это равнодушие человек быстрее продвинет с пути греха, быстрее совершит грех. И с равнодушкой. Чем такой человек холодный, активно протестующий? Ну, даже вот есть такой исторический пример из нашей истории, российской, советского периода – кодекс строителей коммунизма. Как многие признают, что это списано с Нагорной проповеди. Только без Бога. И вот я знаю, что из коммунистов, ну, сейчас, конечно, это уже немножко другое время, но вот я еще застал в 90-х годах, горячих коммунистов. Не те, которые там ради карьеры и так далее, да, а горячих коммунистов, которые сильно хотели доброй своей родине, но в такой форме коммунистической. То есть, любили народ, любили что-то, хотели что-то хорошее сделать людям. Из них получились очень неплохие христиане, даже священники. Потому что они поняли просто, что свою ошибку, как апостол Павел, кстати, пример холодности и горячности. Апостол Павел, будучи горячим почитателем, таким ревнителем атических преданий, он гнал христиан до смерти. Но когда он понял свою ошибку, он стал один из перворуховных апостолов, он понял свою ошибку. И так же горячо стал уже, так сказать, проповедить Христа, защищать христиан, как он раньше их знал. Вот неравнодушие, неравнодушие. Потому что равнодушие – это на самом деле, когда у человека нет просто понятия добра и зла по-настоящему. Нет, может тактически что-то признают, но понятие по-настоящему, он не переживает добро и зло. Он не переживает, а это страшная вещь, это страшная вещь. Когда ты зло, как зло не воспринимаешь. Поэтому Господь так и сказал насчёт теплоохранности. Теплоохранному человеку крайне сложно прийти к вере. Его сначала надо вывести в состоянии теплоохранности какими-то, может быть, очень экстремальными какими-то действиями в его жизни. Со стороны Бога, что называется. Смерть близких. Что-то такое должно прийти. И то, если он в настоящей прохладен до глубины души, даже это может его в силу теплоохранности не тронуть. И достучаться до его души, чтобы он задался вопросом, а что такое добро и зло. Он может ответить словами пирата, что есть истина, что есть добро и зло. И вот этим путём идёт во многом современный мир, отвергая, в принципе, добро и зло. И идёт по пути всё более и более устрашающих форм греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok